Девушки отдыхают Ведь с каждым годом водное поло пользуется все большей популярностью Группы у нас полностью заполнены И развилкой видно То есть всегда 30 человек группа Это игровой вид спорта Всегда с удовольствием ребенок занимается Нежели в плавании В плавании более монотонной Тут конечно командная игра Общение, дружба здесь обязательно Товарищеские встречи проводятся на регулярной основе С периодичностью 1-2 месяца Хозяева площадок меняются Игры проходят поочередно В развилке и в видном И хотя они носят дружеский характер Но одновременно с этим позволяют спортсменам В условиях соперничества продемонстрировать волевой дух И укротить воду и мяч Водное поло своеобразный сплав Баскетбола, футбола и конечно плавания И чтобы победить ватерполисту нужно проявить Самые разнообразные качества Ловкость, умение молниеносно принимать решения И работать в команде Все ватерполисты усиленно готовились В сегодняшней встрече Отрабатывали броски, оттачивали технику плавания Вообще занятия в секции водного пола Проходят три раза в неделю Два на воде и один в спортивном зале Для общей физической подготовки Тренировки сплачивают ребят И делают из них настоящую команду Какая же она? Массивная, сильная и мощная Никто не устоит перед нашей мощью, наверное Когда играем, всегда выкладываемся на все стопы Вроде бы не было такого Когда кто-то что-то не делает Или делает не так Вроде бы все участвуют в игре Подобные матчи можно смело назвать выставочными Не зря на них собираются родные и близкие спортсменов Чтобы посмотреть на увлекательную и захватывающую игру Впечатление хорошее Первый раз такой опыт у нас Мы как бы раньше тоже занимались Но видно, что ребята некоторые очень сильные Очень подготовленные Но есть к чему стремиться Остальным Есть к кому подтягиваться Тяжелый вид спорта, конечно Постоянное ускорение в воде Гол забили Выкладываются, выкладываются, стараются ребята По итогам соревнований в обеих группах Победителями стали видновские ватерполисты Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская Видное ТВ